Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова, и утренняя информационная бригада нашего канала. В Великом Новгороде начинаются мероприятия, посвященные Дню народного единства. Сегодня пройдет большой этнографический диктант, участие в котором может принять любой желающий. Новгородцы проверят свои знания о народах и культуре страны. Для этого в Великом Новгороде подготовлены две площадки – в школе номер два и на базе регионального института профессионального развития. Другие события пройдут 4 и 5 ноября. Так Новгородский музей-заповедник в субботу предстанет в свете Ночи искусств. Всех любознательных, активных и творческих ждут с 20 часов и до полуночи на детские, семейные, молодежные программы, занятия и экскурсии. Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях и стоимости билетов на них можно узнать по телефону 77 37 38. А Музей художественной культуры Новгородской земли в эти дни открывает свои двери для бесплатного посещения экспозиции. Днем 4 ноября отмечать День народного единства на площади Победы Софийской соберутся представители области и города – трудовые коллективы, дети, молодежь, представители общественных организаций. Свои номера представят лучшие творческие коллективы Великого Новгорода. В областной филармонии в выходные пройдут тематический концерт «Я люблю тебя, Россия» и областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы». В интернет-голосовании за благоустройство общественных территорий, которые проводила мэрия Великого Новгорода, победил парк 30-летие октября. Он набрал больше всего голосов – свыше 5000. А в целом для благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды было предложено 33 парка и сквера. Второе место с тремя тысячами голосов занял лесопарк «Словенская роща». Это березовая роща между улицей Посольская и Волховом. Городской администрации обещают учесть итоги голосования при принятии решений о благоустройстве на следующий год. На эти цели будет выделено почти 27 миллионов рублей. Напомним, благоустраивать общественные территории начали в этом году с парка юности, сквера рядом с рекой Веряжа и территории у пруда в микрорайоне Луговой. Работы на данных территориях до сих пор не завершены. Известный петербургский шеф-повар Антон Абрезов провел в Великом Новгороде мастер-класс для профессионалов гастрономического дела. Суть его кулинарной философии – в безотходном производстве в ресторанном деле. Тонны еды выкидываются в мусорное ведро, причем не всегда по причине черствости продуктов. И это категорически не устраивает петербургского шеф-повара. Целый персик вырос из маленькой косточки на огромном дереве. Какой-то человек за ним следил. Он хотел, чтобы этот персик получился идеальным. А на выходе мы имеем по разным причинам. Природа такова, кто-то не успел, не углядел. На овощной базе в Великом Новгороде этот персик лежит заплесневелый в коробке других. Я считаю, что это плохо. Лабораторные исследования и кулинарные опыты петербургских поваров рождают неожиданные гастрономические открытия. Мисса пасты из перловой крупы, соевый соус на основе яичных белков и сладкий ароматный сироп из черешневых косточек. Как вкусно и эффективно использовать рыбьи внутренности, сохранить свежесть продуктов даже после длительной заморозки и убедить поваров самостоятельно закупать продукты для ресторана на рынке. В том числе и этими секретами Антон Обрезов поделился с новгородскими коллегами. Кстати, организаторы обещают, что это не последняя звезда гастрономического мира, с которой в скором времени смогут пообщаться местные повара. Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась новыми экспонатами. Сын художника Юрия Ряховского передал в экспозицию изобразительное наследие своего отца, судьба которого прочно связана с новгородским краем. В 18 лет, оказавшись на войне, куда он ушел прямо со знаменитого парада на Красной площади, Юрий Ряховский воевал на Волховском фронте. Этим солдатским воспоминаниям и боевым товарищам посвящены десятки его рисунков и картин. А после войны древняя и величественная архитектура Новгорода еще не раз вдохновляла его на творческие задумки. Он сюда приехал, походил по всяким своим местам, нашел свой блиндаж. Это только профессиональный артиллерист может найти по прошествии. Потом я с ним был, но тем не менее, это его в какой-то степени подвигло. Он стал работать над циклом гуашевых картин по теме Волховского фронта. В собрании Новгородского музея-заповедника хранится целая коллекция художественных работ Юрия Ряховского. Дар, полученный от сына Андрея, дополнит ее необычными экспонатами. Это конверты, открытки и марки, иллюстрированные художником. Некоторые из них печатались ограниченным тиражом. Что-то вообще существует в единственном авторском экземпляре. На этом у меня все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин